До свидания, Шурик. Прощайте, Нина. Будьте счастливы. Прощайте, прощайте. Знаменитая сцена похищения Нины. Вот только украл кавказскую пленницу Шурик не на Кавказе. Почти весь фильм был отснят в Ялте. Однако есть сцена, натурой для которой стала река Мзымта в Адлерском районе. Когда Шурик падает в речку, Нина за ним плывет, вытаскивает. Вот они сидят на берегу, дрожат, смотрят друг на друга, замирают. Вот это мы снимали здесь. Это единственный эпизод, который снимался в кавказской пленнице на Кавказе, остальное в Крыму. Наталья Варлей делится воспоминаниями о съемках культовой ленты. Приехала в Сочи актриса, чтобы провести творческий вечер. И место выбрано символическое – скайпарк. Его подвесной мост находится над Ахштырским ущельем. Именно здесь и был снят один из эпизодов фильма. Вот здесь, практически на этом месте, правда, не было вот этих всех сооружений. Были горы, стояли туристические домики маленькие. Рассказывала заслуженная артистка и про работу над другими картинами. О том, что осталось за кадром. Но в большей степени творческая встреча прошла в поэтической атмосфере. Звучали стихотворения собственного сочинения и песни. Это стихотворение, например, Наталья написала в «Одиннадцать». Остуди, мои ладони, быстротечная вода. Пусть печаль моя утонет в этой речке навсегда. И умытая прохладной, исцеляющей водой. Пусть останусь навсегда я озорной и молодой. Наталья Варлей больше всего запомнилась зрителю, как кавказская пленница. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.